Привет! Ну вот сегодня день Преображения Господнего, церковный праздник большой, даже великий считается. Ну а мы с вами на Преображенской площади находимся. И, конечно же, главная достопримечательность ее, это недавно построенный заново храм Преображения Господня. Вот он перед вами как раз, в морской центре Преображенской площади. Вот там раньше был кинотеатр Орион в советское время, но сейчас там здание уже переделано под многофункциональный центр. Это первая улица Буховостова, там находится за церковью Ниедар, на Уссевский институт дальней радиосвязи. Ну вот, собственно говоря, вся площадь, видите, она перед нами в глазах. Ну такая, она немножко своеобразная, потому что она, ну не совсем как бы площадь, она немножко на улицу больше похожа на такую короткую. Вот видите, машины ездят, в принципе, как бы обычная улица, но в то же время вот это пространство, оно как раз вот составляет площадь. Ну когда-то, естественно, здесь стояли деревянные дома, было село Преображенское, вот, до начала 20 века примерно. Ну и деревянные дома, в принципе, сохранялись и дальше. Ну а потом, соответственно, уже их снесли и построили советские дома, в том числе вот и два кинотеатра Ориона, а еще там подальше кинотеатр имени Моссовета. Ну а в последующие годы все это снесли и, по сути дела, сейчас тут в основном здания уже современные, вот эти бизнес-центры. Вот этот дом построен был в 2003 году, элитный жилой комплекс рядом с метро Преображенская площадь. Ну вот, в основном здесь все дома, они уже построены или в позднее советское время, или уже даже в постсоветское, уже в 2000-е годы в основном. Вот этот храм, он здесь был как бы центром села Преображенского и Преображенской Слободы, которая здесь находилась, главного храма Преображенского полка. Ну вот, и снесли его в советское время, в 60-е годы, по-моему, в 64-м году, по распоряжению Хрущева, который очень церковь не любил, боролся с ней постоянно. Ну вот, снесли. Ну и в итоге долго здесь вот не было храма, ну там скверик небольшого километра, Преображенская площадь. Ну и все-таки вот в 2000-е годы решили храм, была идея построить храм, ну потом уже она воплотилась в 2015-м году, когда вот этот храм построили, то есть совсем недавно, всего чуть более 4-х лет назад этот храм был построен. Ну и сейчас он по-прежнему вот теперь как бы является действительно настоящим символом Преображенской площади, как это было и раньше, вот, можно сказать, изначально. Ну и главным храмом сухопутных войск считается. Ну такой довольно величественный храм, красивый, немножко по старину сделали, даже не скажу, что он новый. Кажется, как будто бы он, в общем-то, действительно давно уже был построен, на самом деле нет, это, в общем, новый храм. Вот, ну, правда он пока еще не расписан внутри, там белые стены, но думаю, может быть, потом и распишет. Вот, ну вот, собственно, мы подходим к метро Преображенская площадь, видите, она такая небольшая Преображенская площадь, тут всего около 8 домов, вот. Ну вот тут, видите, жизнь кипит вовсю, одни машины, бизнес-центры, ну там вот скверик небольшой прогулочный такой довольно приятный. Как раз вот он ведет от метро к этой церкви, вот с той стороны Преображенской площади. Ну, храм довольно долго строили, ну вот, как обычно, все денег не хватает, ну вот построили. Ну вот, собственно, а сама площадь, она по сути, ну как бы вот здесь вот пересечение как раз вот Преображенской площади, там дальше идет большая Черкизовская улица, улица Преображенский вал вот здесь отходит, а туда идет Краснобогатырская, ну и как бы вот на пересечении вот этих вот улиц и находится эта Преображенская площадь. Ну и сама она тоже является отчасти то, что улицы, вот машины едут как раз вот по Преображенской площади. Вот там вот институт дальней радиосвязи, вот очень длинные корпуса, там частично они стеснены вот там сзади, ну мы не видим, там на улице Буховстова, там сейчас уже строится жилой комплекс, ну а частично вот пока еще сохраняются. Ну это такой военно-промышленный институт, ВПК, все связано с обороной, с военным комплексом. Ну вот она, собственно, Преображенская площадь, видите, вот это вот пространство. Вот до того дома, он, по-моему, один остался, ну даже еще в советское время, где бывший кинотеатр район, там за церковью. А вот там еще на предположенной стороне, там один дом вроде еще остался в начале 20 века, но он уже тоже фактически реконструированный, несколько уже впоследствии. Вот ему около столетия. И остальные здания здесь вот, ну видите, бизнес-центр, вот это здание. А вот Моссовет как раз, это бывший кинотеатр Моссовета, ну а сейчас по сути тоже такой многофункциональный комплекс. Ну, ну, разные мероприятия там проводятся. Ну вот, поздравляю вас еще раз с праздником Преображения Господня сегодняшним. И всего доброго. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok